День с толком Мужчина Рождественский как бренд В Барнауле презентовали книгу, посвященную Роберту Рождественскому Сегодня в Барнауле мотоциклист сбил ребенка и скрылся с места происшествия ДТП произошло на улице Власихинской В результате ребенок получил травмы различной степени тяжести Мотоциклисты объявили в розыск Таких инцидентов в городе за этот летний сезон зарегистрировано уже больше 20 Подробнее смотрите в материале Юлии Щепиной Разыскивается белый мотоцикл предположительно марки Кавасаки Такая ориентировка поступила сегодня Около 11 утра на улице Власихинской произошло ДТП Мотоцикл наехал на несовершеннолетнего пешехода Ребенок получил травмы различной степени тяжести Мотоциклист же с места происшествия скрылся Цифры по количеству ДТП с участием мотоциклов увеличиваются с каждым днем На территории Барнаула зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие При 21 пострадавшем Из них три несовершеннолетних водителя мототранспорта В этом году количество летальных исходов по мото ДТП ноль Однако последствия могут быть серьезными Сейчас у нас есть несколько пациентов В том числе и в реанимационном отделении Очень тяжелая несовершеннолетняя пациентка Которая двигалась с братом на мотоцикле без мотошлема И в результате аварии получила очень тяжелую травму Черепно-мозговую, травму таза Которая потребует этапных хирургических вмешательств Как правило, подобные ДТП характерны тяжелыми черепно-мозговыми травмами Причем зачастую открытыми Травмами конечностей таза и внутренних органов Такие травмы могут привести к летальному исходу прямо на месте происшествия Госавтоинспекция проводит постоянно профилактические рейды и мероприятия Их уже насчитывается свыше двух тысяч Которые у нас направлены на профилактику нарушений водителями мототранспорта Работа проделывается масштабно именно с подростками Которые сейчас в настоящее время управляют мотоциклами эндуро А он у нас чистится как спортинвентарь на дорогах общего пользования С начала мотосезона, а именно с 1 апреля, зарегистрировано более 200 административных правонарушений Совершенных водителями мототранспорта Госавтоинспекция напоминает о соблюдениях правил безопасности и осторожности на дорогах Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев, День с толком И еще одна трагедия на воде В Алтайском крае на диком пляже утонул мужчина Трагедия произошла на озере в селе Родина Сотрудники полиции накануне достали тело погибшего Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия Работают следователи А между тем, сегодня днем в Барнауле под Новым мостом на Аби водолазы спасали женщину По словам очевидцев, доносились женские крики На помощь приплыли спасатели, когда женщина держалась на воде из последних сил Ей потребовалась госпитализация Ну а мы переходим к другой теме С 1 июля в Край, как и по всей стране, увеличивается минимальная цена розничной продажи на водку, настойки, коньяк, джин, виски, ром и бренди Такие предупреждения появились в барнаульских магазинах Минимальная розничная цена на водку вырастет на 18 рублей на бренди 28 рублей Минимальная цена на коньяк повысится на 39 рублей Минфин обосновывает повышение минимальных цен ростом инфляции Повышением акцизов на алкоголь крепостью выше 9 градусов А также увеличением издержек производителей Также минимальные цены на алкоголь Минфин устанавливает регулярно с 2009 года Таким образом, ведомство борется с контрафактом на рынке Ну а мы двигаемся дальше В Барнауле сегодня прошла всероссийская ярмарка вакансий Это более 100 площадок от работодателей Алтайского края и кадровых центров Свою площадку представили и сотрудники организации «Газпром» газораспределения «Барнаул» В этом году компания отмечает юбилей – 25 лет Для желающих начать свой путь к мечте предлагают работу слесаря разной специализации Подробнее смотрите в сюжете Здесь расскажут и покажут, как выглядит настоящий сотрудник газовой компании Спецодежда, противогазы, каски – так выглядит безопасность и уверенность в своих силах Здесь же покажут, с чем придется работать слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудования На нашей площадке представлены стенды непосредственно того газоиспользующего оборудования Которые в дальнейшем специалисты обслуживают На нашем стенде сегодня мы представляем несколько вакансий Вот прям детально, которые будем показывать тем, кого заинтересуют Это специалисты, которые будут в дальнейшем обслуживать внутридомовое газовое оборудование И специалисты-обходчики, которые эксплуатируют газовые сети Сегодня компания приглашает на работу слесаря не только домового оборудования, но и подземного То есть тех, чей труд станет частью государственного проекта по догазификации во всех территориях страны Это слесарей по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов И слесарей аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве Одни из самых востребованных специалистов Можно приходить к нам и без образования Мы сами научим, снабдим необходимым багажом знаний Необходимым оборудованием, необходимыми инструментами для того, чтобы выполнялись работы Открыто порядка 150 вакансий для соискателей работы Среди них есть места, на которые принимают только с образованием и после успешного собеседования Но есть и возможность обучиться Начать карьеру в газовой отрасли с малого, по мнению генерального директора Простое, но верное решение для тех, кто не боится ответственной работы Люди, которые проявляют себя, показывают свою качественную работу Они могут претендовать на более высокие должности и расти по карьерной лестнице Дарья Ярушина, Алексей Фризин, День с толком Свою продукцию на ярмарке, а также широкую линейку вакансий Представил один из ведущих производителей региона Барнаульский пивоваренный завод О том, какие перспективы открываются для работников предприятий И какие аспекты при трудоустройстве наиболее важны для соискателей Смотрите в следующем материале Более ста работодателей и порядка трех с половиной тысяч вакансий на ярмарке трудоустройства Большая часть гостей мероприятия сконцентрировалась на одной из самых популярных площадок Там, где угощают напитками Барнаульского пивоваренного завода Понравились, вкусные, я люблю вот такие вот От этой фирмы напитки, правда Очень вкусно, да, все нравится, спасибо А вообще учитесь где-то, может быть? Хотите ли попробовать поработать здесь? Да, да, есть желание поработать Я на нем работала Вы работали? Кем работали? Я работала на линии розлива класса И как, понравилось? Да, на экспериментальном участке интересно работать А что еще там вот из плюсов? Там полный соцпакет, там обеспечивают бесплатно формой Там хорошая столовая и бесплатно обеспечивают питание Там достаточно хорошие условия труда Плюс ко всему хорошо, ну, в принципе, относятся к сотрудникам и очень теплый коллектив Барнаульский пивоваренный завод заботится о своих сотрудниках Например, оплачивает путевки в детские лагеря По договоренности с работником может установить гибкий график Также на предприятии имеется собственный медпункт Предоставляем нашим работникам бесплатное питание Вот, часть коллектива у нас занимается спортом То есть предприятие вносит свою лепту в этот блок Вот, работники, те, которые побеждают в наших ежегодных конкурсах Выезжают в Горный Алтай туда же Ну и многие-многие другие вещи Помимо этого мы же оказываем поддержку Различным медицинским, культурным учреждениям На БПЗ рады пополнению команды Здесь всегда востребованы рабочие руки Особенно в летнее время, когда объемы производства возрастают К слову, многих студентов такие вакансии заинтересовали Мне кажется, мне оператор по линию развития подходит А вообще, какие критерии важны для работы, как вы думаете? Для работы? Ну, у меня еще небольшой опыт на самом деле в работе Но мне кажется, важен коллектив Ну, для меня это так, мне так кажется Потому что, когда тебе комфортно находиться с людьми То и работа, соответственно, будет в кайф идти Кстати, барнаульский пивоваренный стал вторым домом уже более чем для тысячи человек Раскаленные от жары дороги начали поливать в Барнауле Орошение дорог, именно так на официальном языке называется Полив водой городских магистралей Сегодня это провели во всех районах города, сообщает официальный сайт мэрии В частности, шесть единиц спецтехники охладили три проспекта Ленина, Красноармейский, Комсомольский, Зминогорский тракт, улицы Юрина, Балтийская, Малахова, Титова, Попова, Бульвар 9 января, Георгия Исакова и еще ряд участков По мнению специалистов, дороги поливаются для того, чтобы снизить деформацию асфальта на фоне высоких температур Иными словами, в жару асфальт просто плавится, из-за чего образовываются клеи Охлаждение дорог позволяет не допустить или хотя бы ослабить этот процесс Ну а мы возвращаемся к ярмарке вакансий, на которой участвовало более 400 работодателей И каждый предлагал не только узнать о вакантных местах и требованиях к соискателям работы Но и о способах получить профессию и трудоустроиться Так, сибирская генерирующая компания совместно с политехническим вузом открывает новую специальность для выпускников 9 класса У нас есть очень-очень приятная вакансия, недавно освободилась мастера в ГИБ Вот, как раз там нужно электрическое образование, я думаю, вам стоит попробовать, раз вы уже работали мастером, занимали такую управляющую должность Антонина работает на второй теплоэлектроцентрале Такая неженская профессия однажды стала ее мечтой и теперь девушка с удовольствием рассказывает о компании с соискателем работы Я вообще очень долго искала работу, я ходила в разные компании, мне отказывались, что-то мне не подходило, какие-то условия мне не нравились К каким-то работодателям я не подходила по критериям, так как у меня нет опыта Вообще мне в университете прогнозировали, что ничего у меня в энергетике не получится, но мой начальник с удовольствием меня принял При трудоустройстве в компанию новеньким назначают тьютеров, которые помогают обучиться и после сдачи экзаменов получить допуск к самостоятельной работе Вообще профессия инженер-электрик Отработал там 10-11 лет на моторном заводе, там мастером электриком, мастером энергетиком Потом ушел золотом торговать в ювелирный отдел Причем в Альвине работал в ювелирном отделе Потом закрылся отдел и вот сейчас работу начал искать Электромонтеры, электрослесарь и электрослесарь экип, контрольно-измерительные приборы и автоматики Также нам требуются машинисты топливоподачи, но остальные у нас вакансии единичные, но это широкий спектр Кроме программ подготовки новых кадров, есть и партнерские программы для выпускников школ Дирекция по персоналу СГК совместно с Алтайским государственным техническим университетом открывает новую специальность тепловые электрические станции Мы приглашаем ребят на базе 9 классов учиться в технологическом колледже при политехе Обучение длится 3 года и 10 месяцев И по итогам получается готовый специалист, техник, теплотехник Этот специалист может работать потом в турбинном цехе, в котельном Обслуживать оборудование соответствующее, заниматься монтажом, пуском, наладкой и так далее То есть это такие базовые знания, базовый функционал, который очень важен для ТЭЦ Срок карьерного роста с самых низов до руководящих постов, по словам организаторов площадки Сократился за все время существования компании с 20 лет до рекордных трех Хотя это и исключение из правил Там большая профсоюзная организация, хороший коллективный договор Который помимо, так скажем, трудового законодательства Какие-то дополнительные льготы и гарантии своим работникам предоставляются Много вопросов уделяется охране труда Потому что предприятие большое, с опасным производством Поэтому достаточно хороший коллективный договор Современный подход к организации труда – это сделать комфортным трудоустройство И дать возможность для профессионального развития Дарья Ирошина, Алексей Фризин, День с толком В Барнауле презентовали книгу дочери Роберта Рождественского «Ксения» Называется она «Роберт Рождественский. Чужой билет» Знаковое литературное событие прошло накануне в концертном зале «Сибирь» Наша съемочная группа побывала на презентации И познакомилась с творчеством дочери нашего выдающегося земляка Никто так душевно не пишет о выдающемся поэте Нашем земляке Роберте Рождественском, как его родная дочь В концертном зале «Сибирь» презентовали уникальное издание Книгу Ксении Рождественской «Роберт Рождественский. Чужой билет» Из серии «Алтай. Судьба. Эпоха» Ксения – человек очень непубличный, очень скромный, очень закрытый Но, тем не менее, человек также наделенный литературным даром, талантом И с учетом этого мы обращались к дочерям с просьбой, что, может быть, кто-то из них напишет такую книгу Нашей серии «Алтай. Судьба. Эпоха» И очень приятно, это тоже единственный уникальный случай нашей серии Когда книга написана близким человеком, дочерью Ксения Робертовна, она талантливый журналист, кинокритик и активно пишущий человек Мало того, я вам приведу даже такой пример, что настолько фамилия Рождественский Настолько это уже бренд, настолько это уже безупречная репутация Что, например, у Ксении Рождественской есть литературный двойник Есть автор, который пишет книги, какие-то книги о мистической Москве И которая зовется Ксения Рождественской, представляете? Книга Ксении об отце поступит во все библиотеки Алтайского края, а также в школьные библиотеки Презентация книги состоялась в рамках фестиваля Роберта Рождественского Который в эти дни проходит на Алтае Поклонитесь леву русскому, поклонитесь на земле На большой народный праздник в село Косиху, на родину поэта, ежегодно съезжаются тысячи человек Среди гостей множество знаменитостей, писателей, музыканты, актеры Кстати, песенная пора в творчестве Роберта Рождественского началась именно на Алтае Здесь в 55-м году он случайно встретил председателя сервиса композиторов Но лучше назвать судьбой В этом году почетными гостями станут народный артист России Дмитрий Певцов, актриса театра и кино Валерия Ланская и другие звезды По традиции приедет и дочь поэта Екатерина Рождественская, сыновьями и внучкой В Министерстве культуры Алтайского края в очередной раз подчеркивают, что фестиваль Роберта Рождественского имеет огромное значение для всех жителей и гостей региона Валентина Аскерова, Алексей Фризин, День с толком Что ж, на этом у меня все новости Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях Напоминаю, что телефон нашей редакции 205-545 Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода До встречи в эфире и хороших вам выходных Субтитры создавал DimaTorzok